Революция пожирает своих детей, сказал французский политик и революционер Пьер Верньо. Эти слова подходят к судьбе венгерского революционера Белы Куна, ученика Ленина, политическое кредо которого сам Ильич охарактеризовал как «левее левого». Стать основателем социалистического государства во Венгрии Куну не удалось. Оно в 1919 году просуществовало 133 дня и потерпело поражение. Беглого товарища приютили в советской России, где он стал видным государственным деятелем. Правда, ненадолго. Вскоре после смерти Ильича Белла Кун был переведен на малозначительную работу в агитпропе. В 1936 году арестован, а в 1938 году...